Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Для меня всегда особый день, пятница перед вечерей, когда мы готовимся к тому, чтобы на столе будет особо стоять стол, украшенный хлеб, вино, и мы приготовимся особо. Сегодня день действительно необычный, он приготовлен к другому. Это говорит, наверное, нам о нашей жизни повседневной. Наша жизнь, она не оторвана от всех забот. У кого-то ребеночек родился, завтра жених и невеста придут. О, вот одни жизни закончились, как у Ивана Федоровича, в вечность ушел. Послание к филиппийцам, 3 глава, последние слова, 20 и 21 стих. Послание к филиппийцам, 3, 20 и 21. «Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которая действует и покоряет себе все». Дорогие братья и сестры, наше жительство на небесах. Знаете, для меня это дорого место священописания, но когда смотришь на повседневную жизнь, мы не оторваны от всех забот, которые нас окружают. И она жизнь, я бы ее подобил, так есть в миниатюре, скажем, миссионерской поездкой. Наши друзья вот только приехали из Молдовы, они туда поездили, братья и сестры. За короткое время им надо было сделать все, что они назначили, все планы, какие они имели. Понятно, им необходимо было и умыться, и причесаться, и одежду свою постирать. Но важно было, чтобы успеть за короткое время сделать то, для чего они приехали, для чего их церковь туда направилась, для того, чтобы сердце их горело, чтобы оставить слово о Иисусе Христе детям, с которыми они были назначены, проводить это время. Кто-то мог говорить, кто-то мог на музыкальном инструменте играть, кто-то петь, кто-то руками своим потрудиться, но важно, чтобы за короткое время успеть и потом домой, домой сюда. Дорогие братья и сестры, наша жизнь – это короткое время, которое Господь дал. Кому-то, как Иван Федоровичу, 91 год, кому-то, знаете, мы были в Спокене и встретились с братом, с которым мы жили там, в Киргизии, в одной церкви были, Александр Васильев. Они в планах имели в августе месяце золотую свадьбу отметить, 50-летие совместной жизни с Тамарой. У них большая семья, они приглашали, и моя сестра с мужем, они в родстве, они тоже собирались, планировали. Но, знаете, жизнь изменилась так быстро, когда они ехали с другого города, и у Александра у него зрение нарушилось, он плохо стал видеть. Поехал потом в понедельник в больничку, ему обследовали, оказывается, у него там кенцер, рак. Ему осталось короткое время подготовиться, чтобы домой вернуться. Господь позаботился и дал это время короткое. Кстати, кого-то Господь отзывает и не дает время. Я помню, наш брат Петр познакомил с Павлом Храпак, это служитель с Украины, приезжал сюда. Благословенный брат, я его настолько люблю. Они ехали с женой с Германией, и случилась авария. Одно мгновение, и жена его в вечности, а он остался. Господь ей не дал время подготовиться. Знаете, для меня всегда время вечеря Господня, и вот пятница, когда вечером мы собираемся вместе, это остановка на нашем пути, в мессианском нашем служении здесь, на земле. За время короткое, которое Господь дает, кому-то 90, кому-то 50 лет, кому-то и того меньше. Успеть сделать здесь, в жизни. Мы в гимне поем, нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней, среди земных скитаний, найти следы небесной чистоты. За время короткое данное, успеть сделать то, что мы назначили, то, что нам Бог предназначил сделать, за короткое время, посеять Слово. Слово, окружающим нас людям, в первую очередь, данным, близким нам, детям нашим, маленьким, подрастающим, передать Слово о Господе, чтобы они имели жизнь вечную, чтобы жизнь не напрасно прошла. Знаете, я еще в молодые годы, когда мы жили там, в Киргизии, познакомился с братом, который приезжал к нам. И в алматинцы лучше знают, это Петр Вильгельмович Шива. У него была большая семья, прекрасный человек, и он о себе говорил свидетельство. Я, говорит, вырос далеко от Бога и не знал Бога. И жизнь его была, он работал шахтером среди пьянства и руганий, и все, такая жизнь была. А потом, когда он познал Господа, это настолько искренний человек был, настолько торопился он за короткое время, которое ему Господь дал сделать все возможное. Это человек, который, я так смотрел на него, когда мы вместе были, ну, короткое время, у меня не было много времени с ним общения. Это человек, который не любил сладко есть и мягко спать, который жизнь свою для себя не жалел нисколько, своего тела не жалел, своего времени, но торопился сделать как можно больше успеть, чтобы послужить Господу нашему. Апостол Павел здесь говорит, наше жительство на небесах. Дорогие братья и сестры, мы здесь во временной жизни, оно понятно, нам необходимо и быт свой устроить, и профессию получить, и школу закончить, профессию получить, работу иметь для необходимо. И самое главное, чтобы нам успеть в жизни, назначение, которое Господь нам предназначил, успеть сделать. Потому что жизнь наша, она здесь временная, как у миссионеров, временная, на короткое время, а потом там в вечности. И дальше, в послании филиппийцам, 4 главы, с 1 стиха апостол Павел говорит здесь такие слова. Итак, братья, позвольте сказать, и сестры мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи, возлюбленный, умоляю Еводию, умоляю Сентихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Я думаю, самая важная точка отчета нашей жизни, когда имя мое записано в книге жизни. Дорогие друзья, кто находится сегодня в Доме молитвы, твое имя записано в книге жизни? Это первый вопрос, это важный вопрос. Если твое имя еще не записано в книге жизни, то готовиться к вечере, в воскресенье, тебе не нужно. Дорогой друг, если имя твое не записано в книге жизни, там у Господа, рукой его, то к встрече с Господом ты не готов. Не важно, сколько тебе лет, не важно, сколько Господь лет тебе отмерил, я не знаю. Я думаю, ты не знаешь тоже. Но если имя твое не записано, тебе нужно поторопиться, успеть, чтобы имя твое было записано там, в книге жизни. Его записывают Господь рукой своей. И это происходит в молитве покаяния пред лицом Господа. Это можно сделать сегодня. Это можно сделать в другое удобное время, если жизнь твоя продлится. Для меня очень пример такой живой, знаете, как притча, может быть. К священнику пришел, молодой человек, и говорит, Отец, благослови меня на справедливое отмщение. Он говорит, я не могу тебя благословить на отмщение. Только нужно иметь в сердце свое прощение. Так простить, как Господь прощает. Он говорит, а сколько времени мне дается для того, чтобы примириться с Богом? Чтобы примириться с Богом, сколько времени нужно? Священник подумал, говорит, ну, может быть, пять минут, может быть, одну минуту. Хорошо, тогда у меня еще есть время. И пошел. Он говорит, молодой человек, а сколько у тебя минут в жизни осталось? Другой друг, который не имеет мира с Богом, сколько дней жизни у тебя еще осталось? Сколько лет? Сколько минут? На этот ответ никто не даст ответ. На такой вопрос никто не даст ответ, потому что мы не знаем. Жизнь моя и твоя, она в руке Господа. Я думаю, не важно, чем мы занимаемся. Строим дом, устраиваем свой быт, получаем образование, едем в какую-то поездку. Важно, чтобы иметь в сердце свидетельство. Если жизнь моя оборвется, я буду с Господом. Я думаю, это свидетельство дает Дух Святой внутри нас. И вот в миниатюре такое свидетельство – это вечеря Господня. Когда мы останавливаемся, перед нами святыня. Ее должно хлеб брать и глоток вина, только рассуждая о теле Господнем и о крови Господней. Потому что это цена моего искупления. Цена заплочена на кресте Голговском Иисусом Христом. Для того, чтобы имя мое было записано в книге жизни. А встреча с ним, она неизбежна. Встреча с ним будет как с любящим отцом. Как с тем, который сидит по правилу отцу, в сторону от отца, Бога, и ходатайствует за нас. Это добрый наш ходатай, который купил нас драгоценную кровью, чтобы приготовить для тебя и меня место. Он его готовит, дорогой брат и сестра. Место Господь приготовил для тебя и для меня. Он скоро придет. И апостол Павел говорит, наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа? Пусть каждый день жизни моей и твоей будет ожиданием Иисуса Христа. Неважно, чем мы заняты, какой работой мы заняты. Важно, чтобы наше было состояние внутреннее, ожидание встречи с ним. Пусть Господь для нас будет благословением. Я безо всякого осуждения те, которые сегодня заняты подготовкой к браку на своем месте. Те, кто заняты другими, каким-то делами, их сегодня нет. Дорогие братья и сестры, мы имеем прекрасную возможность быть в Доме молитвы и пред днем, когда мы предстанем пред Господом, вспомнить цену искупления, дорогую цену, которая превосходит разумение человеческое. Поблагодарить Господа и посмотреть сегодня на мое сердце, на свое сердце. И одна мысль. Дорогой брат и сестра, наша жительство там на небесах, а здесь мы временные люди. И за короткое время успеть побольше сделать для Господа. А Он верен. Он встретит нас в свое время, восхитив всех при трубе Господней и властье Архангела, или отдельно отзовет. Для нас это разницы нет. И так вместе с Господом будем. Слава Ему за это. Аминь. Слава Ему за это.